Третьим человеком О активности, о ревностном служении Был вот этот известный деятель государственный Российский Здесь он в военном облачении Значит это тоже граф Тоже граф Граф А.П. Бобринский Алексей Павлович Бобринский Это известный дворянский род Этот род тоже дал политиков Фабрикантов, заводчиков, ученых известных А род этот начался с Григория, по-моему, Бобринского С незаконно рожденного сына Екатерины II Сын Екатерины II и граф Орлова Первый вот в этом роду Бобринских Екатерины II Экатерины II Экатерины II Старались упрятать подальше От петербургского общества Отправила его в Тульской губернию Воспитателей там к нему подобрала Купила там имение Ему солидное Это было село Бобрики И сейчас, по-моему, такой же населенный пункт Есть в Тульской губернии село Бобринки Ну и отсюда вот такая фамилия появилась Бобринские графы Там в Тульской губернии до сих пор есть Город Богородицк Где была центральная усадьба графа Бобринских Ну а наш Алексей Павлович Бобринский Он уже отдаленный потом от того первого Бобринского Он занимал высшие посты Был министром путей сообщения Сейчас это министр ЖД транспорта называется Так, кажется Был флигель-адъютантом при царе Александре II По военной линии он дослужился до генерал-лейтенанта На всех постах он был весьма успешен Быстро продвигался по карьерной лестнице И по военной, и по министерской Был очень близко ко всем царствующим посолам Недавно вышел такой флиант Я видел в книжных магазинах Вот этот флиант называется, по-моему, так Свита Свита русских царей Кто входил в ближайшее окружение Царского семейства И там вот наш Бобринский тоже присутствует В этом псалваре В этом сказочнике Там есть его портрет Статья такая Услужной список Приводится весь его подробный Бобринский Так же, как и Пашков Был равнодушен к религиозным вопросам Но он был человеком Всесторонне образованным Он знал философию Знал естественные, гуманитарные науки Хорошо ориентировался Как началось его движение к вере Он заметил сильную перемену в своих друзьях В своих сотрудниках Переменелся в образ жизни Новые интересы у них вдруг возникли И он стал интересоваться Что с вами произошло А ну-ка объясните Вы какие-то стали другие Ну, те свидетельствуют Отвечают на вопрос Мы вот теперь Уверовали в Евангелие Стараемся жить по Евангелию Посещаем такие собрания Слушаем проповеди Библию там изучаем Бобринский прислушался Потом сказал Так я тоже пробовал изучать Библию Я тоже пробовал читать Библию Но мне кажется многое непонятным Я нахожу в Библии Слишком много противоречий Слишком много несоответствий Вот об этом или напрямую Или через своих друзей Вот эту мысль свою Донес до Рецтека К Рецтеку прислал ему письмо А давайте вот с вами встретимся Поговорим Вы можете мне составить список Мест Библии Которые кажутся вам Противоречивыми Или непонятными А мы потом Побеседуем вместе Бобринский Бобринский отозвался Вот такой вызов Что он засел за Библию День и ночь Карпел Составил такой список Из мест Священного Писания Приготовились Основательно Ну через некоторое время Они встретились с Рецтеком Стали беседовать Обсуждать эти места И как после Об этом свидетельствовал Сам Бобринский Шути места Которые казались мне Противоречивыми В Библии Они указывали Мне на мое состояние Внутреннее Я Видел, что они Показывают меня Изнутри Мой характер Мою натуру Греховную Человеческую Обличают Да, они меня обличают И поэтому Это была Своебрасная такая Уловка моего природного человека Ах, вот тут Противоречие Тут несоответствие Тут непонятно Значит Библия не права А на самом деле Я Был неправ Мое Отношение к Богу Было Неправильным Вот не знаю Что со мной Произошло Но в тот момент Во время беседы С проповедником На библейские темы В моем сердце В моем сердце Зажглась вера В сердце моем Зажглась вера Вот эту фразу Он часто повторял Вот то О чем писал апостол Павел Что вера Отслышаннее А слышно Отслышаннее Как раз Вот такое Благотворное Влияние Священное Писание Пережил А.П. Бобринский А.П. Бобринский Не оставил Никаких Воспоминаний О том Именно Какие-то были места И как ему Отрец Таком Да вот Конкретно Нет Есть Только Общие Сведения Конкретных Пока Не обнаружено Не обнаружено Может быть Со временем Что-то и попадется Более детально Будем Дальше Копать Исследовать Их судьбы После Уверования Бобринский Сразу Стал Активно Служить Богу Вместе С Корфу И с Пашковым Основной Центр Деятельности У Бобринского Был В его Родовом Имении Тульской Губернии Город Богородицк Сейчас Он Так же Называется Там Сохранился Очень Хорошо Их Дом Усадьба Парк Где Липы Там Липовые Аллеи Сосновые Еловые И так далее У Бобринского Было Много Заводов Сахарные Заводы В окрестностях Богородицк Кирпичные Кирпичные Заводы Там Был Такой Вот Грунт Соответствующий Где Можно было Добрать Материал Для Изготовления Кирпичей И Так Так Как Пашков Собирал Рабочих Собирал Служащих На Духовные Собеседования Ну И Еще Одна Идея Его Такая Осенила Он Решил Евангелизировать Льва Толстого Ясные Поляны Неподалеку Находилась Богородицка От Умений Вомринске Он Запланировал Вот Такие Акции Вывозки В Ясную Поляну Беседы С Львом Толстым На Темы Спасения Я Смотрел Дневники Льва Толстого За Разные Годы Искал Там Упоминания О Богородском Упоминания О собеседовании У Льва Толстого Было Такое Правило Он Все Даже Мельчайшие События Дня Фиксировал В дневнике Кто приезжал С кем Разговаривали На какие Темы И так далее Ввел Подробный Отчет Каждодневный И вот Интересная Такая Картина Вырисовывается Смотришь Самые Ранние Дневники Когда Впервые Они Стали Беседовать Бобринский Там Записи Такого Рода Был Граф Бобринский Ох Как Он Мне Надоел Со Своими Проповедями Как Он Мне Надоел Со Своими Проповедями Да Значит Проповеди Были Такие Остойчивые Примолинейные У Льва Толстого Вот Такая Реакция Была Отрицательная Листаешь Дальше Дневники Прошло Несколько Лет Снова Встречается Упоминание О встрече И беседе С Бобринским Но Записи Уже Другие Содержание Дневниковых Записей Уже Совсем Другое Лев Толстой Пишет Приезжал Граф Бобринский Долго Беседовали С ним О Боге О Христе О Евангелии О Душе Теперь-то Наконец Я понял Что Вера Какую Имеет Бобринский Не есть Плод Личных Усилий А есть Дар От Бога Дар Свыше И я Вижу Как Бобринский Счастлив В своей Вере Это Уже Вот Ближе К истине Уже Другая Реакция Теперь-то Я Наконец Понял Что же Это Вера Которую Проповедует Бобринский Она Не Есть Заслуг Личных Усилий А Когда Так Озарение От Бога И Я Вижу Какое Оно Эта Вера Приносит Счастье В жизни Подъем Крылья Какие Придает Человек Уже Другая Реакция Большое Дело Промыслу Вспыхивали Вооруженное Чтобы Предотвратить Или усмирить Если бунт Вдруг Произойдет А в качестве Командира Этого Отряда Направили Бобринского Бобринский Туда Прибыл Стал Уже Планировать Вот Как там Оцепление Построить Как Предотвратить Этот бунт Вдруг Ходоки К нему Из местного Населения Пришли Человек Десять Местных Крестьян И сказали Ваше Сеятельство Мы Штундисты Мы Люди Верующие Мы К вам С ходатайством Пришли С прошением Пожалуйста Не применяйте Никакой Внешней силы Мы Постараемся Усмирить Народ Никакого Бунта Может И не быть Мы попробуем Умиротворить Людей Вы Дайте нам Срок Несколько дней Бобринский Так Немножко Забеспокоился Потому что У него Был приказ В ближайшие Дни Уже Принять Решительные Меры А потом Он все-таки Склонился На сторону Предложения Штундистов Хорошо Дам вам Время А в это Время Идут Депеши С Петербурга Почему Ничего Не предпринимаешь Бобринский Отвечает Жду Должен Подождать Некоторое Время Через некоторое Время Идут Те же Самые Штундисты И заявляют Можете Спокойно Отправляться Назад С вашим Отрядом Никакого Восстания Никакого Бунта Никаких Погромов Не будет Мы вас Уверяем Бобринский Им поверил Так Общее Наблюдение Сделал Населенный Фонд Заметил Что Вроде Ничего Такого Не Назревает И Отдал Приказ От Отвращений Штундисты Его провожают Пропели Несколько Песен Духовных Молитву Совершили На Прощание Бобринский Бобринский Со своим Отрядом Удалился Прошло Уже Несколько Лет Бобринский Стал Верующим Попал Он Как-то В Москву Остановился Там В гостинице На Короткое Время Энергимир Которые К вам Тогда Приходили Когда С отрядом Солдат К вам Приезжали Мы услышали Что оказывается Вы Теперь Верующие Вы Теперь Наш Брат По Христе А тут Бобринский Вспомнил Принял Их Была Такая Радостная Встреча Через Несколько Лет Продолжение следует Продолжение следует